МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перевод бюджетников Ненецкого округа на карты МИР необходимо ускорить. Об этом на планерке губернатора округа сообщила руководитель Департамента финансов и экономики региона Татьяна Лагвиненко. Напомню, обязательно и поэтапный переход всех бюджетников на карты Национальной платежной системы МИР начался 1 июля и должен завершиться до 1 июля 2018 года. На карты Национальной платежной системы МИР в Ненецком округе к июлю 2018 года должны перейти 8056 человек. Сегодня зарплату на новую карточку уже получают 886 бюджетников. Еще 4572 работника муниципальных и государственных учреждений перейдут на МИР к концу этого года. 32% или 2600 человек отложили переход на 2018 год. Ряд департаментов планирует этот переход во втором квартале 2018 года, что несет за собой риски невыполнения поставленной задачи. Обратите внимание всех руководителей учреждений, чтобы ускорили данные процессы, максимально перевели всех в этом году и оставшиеся в первом квартале 2018 года. По словам Татьяны Лагвиненко, в Ненецком округе карты МИР выпускают все банковские учреждения. В свою очередь, председатель Совета Ненецкого окруппотребсоюза Наталья Кордакова отметила, что никаких проблем с использованием карт Национальной платежной системы МИР в поселениях округа не возникнет. У нас на сегодняшний день до соглашения со Сбербанком по МИРу все подписаны, карты терминалы прошиты. Мы готовы к этому. Ненецкая окружная больница привлекает в регион медицинские кадры. Об этом на планерке рассказал главный врач учреждения Андрей Дедов. Не секрет, что сфера здравоохранения округа уже не первый год испытывает кадровый голод. Округу нужны порядка 70 врачей. Вчера приехали два врача к нам, закончившие по целевой программе Архангельский медицинский университет. Один доктор-рентгенолог и один доктор-педиатр. Сейчас ведем переговоры, направили приглашение врача в Великобритационную больницу. На уровне администрации региона будет создана рабочая группа по развитию национальных поселков. Ее возглавит вице-губернатор Ольга Старостина. Напомню ранее, одноименная рабочая группа работала в Заполярном районе с апреля текущего года, но никаких результатов за этим не последовало. Просто констатирован тот факт, какое состояние сегодня есть в этих муниципальных образованиях. Что надо построить там школу, детский сад, столько-то домов. Но в принципе, еще хочу сказать, что это известно и в том числе и всем структурам окружной администрации. Да, ситуации сложные, да, эти проблемы надо решать. Но на сегодня конкретных предложений, конкретных предложений по новым рабочим местам, по развитию малого бизнеса, по развитию некоммерческого сектора, к сожалению, Григорий Викторович, нет. Департамент природных ресурсов, экология АПК разработал техническое задание по созданию рыбоводного цеха в регионе, сообщил руководитель ведомства Сергей Андреянов. Напомню, идею строительства рыбоводного цеха для воспроизводства рыб-сеговых пород поддержали ненецкие рыбаки на территориальном рыбохозяйственном совете. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Окружную доплату к пенсии планируется увеличить на 400 рублей. Речь идет о пенсионных 3100 и 2708 рублей. Соответствующие изменения в окружном законе о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан были рассмотрены сегодня на внеочередном заседании администрации округа. Также инициаторы законопроекта предлагают не учитывать заработную плату граждан, полученную за последние 12 месяцев перед их выходом на страховую пенсию по старости или инвалидности. Напомню, с 1 июля в соответствии с изменениями окружного законодательства при предоставлении ежемесячных выплат пенсионерам округа учитывается принцип нуждаемости. На окружную доплату могут рассчитывать те граждане, чей ежемесячный доход меньше трехкратной величины прожиточного минимума в регионе. На сегодня это чуть больше 62 тысяч рублей. Таким образом, пенсионеры, которые только что вышли на пенсию, окружные доплаты могут и не получить, ведь в сумме доходов за год учитывается предыдущая зарплата, которую пенсионер фактически уже не получает. У них доход уменьшается, то есть они пристают получать заработную плату и получают только пенсию. В связи с этим данным проектом закона предлагается при расчете индивидуального дохода не учитывать заработную плату, полученную за последние 12 месяцев перед выходом страховую пенсию по старости или инвалидности, а также социальные и компенсационные выплаты, которые предоставляются опекуна на детей. Законопроектом также предлагается увеличить окружные доплаты к пенсии на 400 рублей уже с 1 ноября текущего года. Как отметил Сергей Свиридов, с введением принципа нуждаемости сэкономленные средства будут направлены на увеличение окружных выплат тем пенсионерам, которые их получают, и дополнительных средств из бюджета не потребуется. Более детальный этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии собрания депутатов округа, которая состоится 21 сентября. Еще один вопрос, который рассматривался сегодня на заседании администрации округа о внесении изменений в порядок предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Как отметил руководитель профильного окружного департамента Сергей Андреянов, себестоимость молока на селе значительно выше, чем у производителей молочной продукции, потребляющих электроэнергию у Наринмарской электростанции. Это связано с тем, что у Севержелкомсервиса 1 киловатт электроэнергии обходится потребителям в более чем 38 рублей. У электростанции тариф составляет 6 рублей за 1 киловатт. Как отметил Сергей Андреянов, чтобы выровнять условия деятельности сельхозтоваропроизводителей и целесообразно дифференцировать ставку субсидии по стоимости потребляемой электроэнергии. В действующем порядке предназначена ставка 50 рублей для всех производителей молока. Проектом постановления предлагается дополнить порядок ставкой субсидий в размере 65 рублей 92 копейки на 1 килограмм базисной жирности реализованную или отгроженную собственную переработку. В случае, если потребление электрической энергии превышает 30 рублей за 1 киловатт у данного производителя. По словам руководителя профильного департамента, сельхозтоваропроизводители и уполномоченные по правам предпринимателей в НАУ инициативу ведомства поддержали. Действия предполагаются распространительные отношения, возникшие с 1 июня текущего года. Общая сумма дополнительного финансирования в связи с установлением данной ставки в составе 15 миллионов рублей. Принятие не потребует допфинансирования, так как необходимы ассигнования, предусмотренные ранее внесенными изменениями в бюджет округа. Жители Ненецкого округа смогут зарегистрироваться на портале госуслуг во время праздничного гуляния на День округа. 10 сентября с 11 часов на площади Мороцей будет проходить акция «Госуслуги без проблем». В это время все желающие смогут получить консультацию по интересующей их услуге, зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить или восстановить свою учетную запись, пройти экспресс-курс пользователя портала. Для этого организатор акции, аппарат администрации округа, установит передвижную консультационную точку с доступом в интернет и компьютерами. На площадке по отдельным направлениям услуг также будут работать сотрудники госавтоинспекции, миграционной службы, пенсионного фонда, налоговой инспекции. Для регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг требуется паспорт и СНИЛС. По данным Минкомсвязи России, каждый второй житель региона старше 14 лет уже зарегистрирован на портале госуслуг. В Ненецком округе наибольшей популярностью пользуются электронные услуги по замене водительского удостоверения, загранпаспорта, проверке и оплате штрафов и налогов, записи к врачу, получение разрешения на охоту, оформлению социальной карты жителя округа и записи в детский сад. Более 50 жителей Ненецкого округа провели весенние и летние каникулы на берегу Волги в медицинском центре Решма. Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году здравница федерального уровня, которая находится в Ивановской области, вошла в территориальную программу государственной гарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи на территории Ненецкого округа. Среди густого леса, недалеко от города Кинишма, находится лечебно-оздоровительный комплекс Решма. Это современное многопрофильное медицинское учреждение, расположенное в красивейшей месте на Волге, где созданы все условия не только для поддержания активного и здорового образа жизни и незабываемого отдыха, но и для восстановления утраченного здоровья. Именно сюда в 2017 году приехали более 50 наринмарцев по программе медицинской реабилитации. Показания для лечения самые разные – от заболеваний сердечно-сосудистой системы до последствий травм опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, практически у всех пациентов из-за полярья снижены иммунитеты, частые простудные заболевания. Тут очень красивая природа, много деревьев, они очень высокие. Воздух свежий, тут гулять хорошо. Мы нашли много друзей, можно с ними каждый день видеться и играть. Мне нравится больше всего массаж ручной и бассейн. Медицинскому центру Решма в этом году исполнилось 30 лет. Его по праву можно назвать кузницей семейного здоровья. В 2000 году в санатории было открыто детское отделение. Основными показаниями лечения здесь являются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и костно-мышечной системы. В 2012 году на территории медицинского центра Решма был построен корпус «Мать и дитя» для размещения детей в сопровождении взрослых. За год на базе медучреждения проходит полную диспансеризацию и углубленное обследование всего организма и при необходимости получают полноценный курс лечения более 2,5 тысяч взрослых и детей. Мне здесь очень нравится. Тут вкусно кормят. Я нашла себе здесь новых друзей. И мне еще нравится ходить в бассейн, на физкультуру. Приезжайте все в Решму. На сегодняшний день в медицинском центре отдохнули и поправили здоровье 13 взрослых и 40 маленьких наринмарцев. А до конца 2017 года Решма готова принять на реабилитацию еще около 40 человек после травм и операций на опорно-двигательной системе с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, поражения сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, а также с иммунными заболеваниями, требующими восстановления и медицинской реабилитации. Для этого достаточно обратиться к своему лечащему врачу. Для жителей Заполярья это настоящий подарок. Тем более, что оплачивают они только проезд. А стоимость медицинской реабилитации полностью покрывается за счет программы госгарантий. Ирина Нежалова, Телеканал «Север». Учащиеся школы номер один показали лучшие знания в области нефтегазовой промышленности и экологии Нинецкого округа. В окружной столице во второй раз прошла интеллектуальная игра «Умники и умницы». За звание самого эрудированного состязались 10 агонистов. Необычное перевоплощение. Наша съемочная группа побывала в гостях у автора каркасных кукол, главным материалом для изготовления которых являются капроновые чулки. «Умники и умницы» городских школ и учреждений среднего профессионального образования собрались на одной площадке, чтобы выяснить, кто же из них достоин звания самого эрудированного в области нефтегазовой промышленности и экологии региона. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по мотивам известной телевизионной программы прошла в окружной столице во второй раз. Она была посвящена Дню образования Нинецкого округа и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. За агонистами и теоретиками наблюдала наша съемочная группа. Как называются особо охраняемые территории местного значения? Например, отдельные участки, поляны, отдельные деревья. Вопросы сегодня звучали самые разнообразные. Для кого-то легкие, для кого-то не очень. Одни от волнения не могли подобрать слов, другие, наоборот, уверенно шли к победе. За звание «Умника и умницы» сегодня состязались 10 агонистов. За ответами ребят наблюдала компетентная жюри, в составе которого представители Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Нинецкого округа, регионального центра развития и образования и компании «Лукоил». Принимают участие ученики 9-11 классов и студенты первых курсов средних профессиональных образовательных организаций Нинецкого автономного округа. 10 основных участников и по 5 человек группы поддержки для каждого конкурсанта. Старшеклассник первой школы Анатолий Кузьменюк к предстоящим испытаниям готовился основательно. Благодаря своим знаниям и, возможно, отчасти благодаря удаче, Анатолий сумел обойти своих соперников и стал победителем игры «Умники и умницы». Вопросы были не особо сложные, просто иногда я как-то забывал слова, которые хотел ответ сформулировать. Подготовиться мне помогали директоры нашей школы Каня Фьюри Викторович и учитель истории Любовь Олеговна. Вадим Зубанков из группы поддержки Анатолия сегодня признан самым эрудированным теоретиком. Он набрал наибольшее количество орденов за правильные ответы. В прошлом году молодой человек был в роли агониста и планирует участвовать в игре на будущий год. Были сложные, были простые, не стал поднимать руку, да, прям были явные ответы. На будущий год, естественно, приду. А кем хочешь быть? Теоретиком или уже участником? Я хочу участником быть на второй дорожке. Ну как ты думаешь, на будущий год, если будешь участвовать, выиграешь? Если достаточно взять теоретического материала, возможно, выиграю. Награждение победителя интеллектуальной игры «Умники и умницы» пройдет 9 сентября во время экологической акции, которую организует компания «Зарубежнефть». Она же является спонсором игры в этом году. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается второй окружной смотр-конкурс «Чистое подворье», объявленный региональным отделением Союза пенсионеров России. В полной огородной готовности уже находятся 17 сельских поселений из Верхней и Нижней Пеши, Волоковой, Омы, Хангурея, Великовисочного. В этом году организаторы конкурса ожидают рекордное количество участников, ведь к конкурсу присоединились жители отдаленной Усть-Кары и новые микрорайоны Наринмара. В одном из них на Сахалине побывала наша съемочная группа. Это из самых любимых кукол, сделан по мастер-классу «Гном Троша». У него тоже каркасный рот. Любовь Федорова показывает одну из своих капроновых кукол – сказочного гномика на каркасной основе. В апреле этого года многодетная мама освоила популярный вид кустарного искусства – игрушку в чулочной технике. Теперь они стали главным украшением огорода. На таких кукол приятно не только смотреть, но и держать в руках. Они очень пластичны и наделены выразительной мимикой. Основными рабочими материалами при их изготовлении являются синтепон, капроновые чулки, игла и нитки. Берешь синтепон, в кучу его разрываешь, кучкой его так складываешь, берешь кусочек синтепона, обматываешь, его заворачиваешь и надеваешь в чулок капроновый. Завязываешь с двух сторон или с одной, и уже иголкой, ниткой, утяжка. А дальше, по словам Любови, идет самый ответственный момент. При помощи закладывания складок и изгибов на синтепоновом лице мастер придает кукле характер, возраст и даже настроение. Такие хранители домашнего чага, по словам мастера, пользуются особым спросом. Вот и домовенка Кузю уже ждет новая хозяйка. В отличие от него, другой домовенок, мультяшный герой Буба, уходить никуда не собирается. Вместе с остальными капроновыми друзьями он поселился на огороде. И уже целое лето радует глаз не только самих хозяев, но и многочисленных гостей. То есть люди приходят, влюбляются, забирают, да? Да. Кому нравится, так они могут прямо готовы выбросить. Ну, а куда я денусь? То есть я могу сделать еще себя, а они где возьмут. Я вообще как бы со школьного возраста занималась творчеством. В школе мы участвовали в разных конкурсах с мамой. Вот и впереди Любовь Федорову ждет новый конкурс «Чистое подворье». Это своеобразный конкурс красоты для приусадебных участков. Его проводит региональное отделение Союза пенсионеров России. Для победы в нем у мастера есть все шансы. Ведь ее огород больше похож на волшебную поляну, где в единой композиции гармонично живут сказочные герои, растут сделанные своими руками грибы и каменные ягоды. Главное украшение территории – капроновые игрушки – точно не оставит равнодушными членов жюри. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.